Радио 54 Режиссёром, костюмером, декоратами являются сами члены семьи. То есть они собираются, вот одна семья, или может быть там несколько семей, они вместе кооперируются, придумывают какую-то историю, сказку, или там находят что-то, что они могут поставить, пишут сценарий, придумывают декорации, костюмы, репетируют вместе. И вот в назначенный день, когда у нас проходит этот фестиваль, все это показывают на сцене нашей Дома культуры. Сама идея вот этого фестиваля, самого этого семейного театра, она в чём? В том, что объединение детей, родителей, потому что, ну, всё равно, вот согласитесь, не так много как бы каких-то увлечений совместных, чтобы и дети, и родители что-то вместе делали. А здесь они на самом деле готовятся вместе, потом вместе выступают. То есть я просто знаю отзывы, ну, вернее, я слышу отзывы, когда там мне говорят, Лариса, это так здорово. И когда приходят там к нам новые участники, и они потом продолжают в следующих фестивалях принимать участие, это вообще очень душу греет и радует. Ну, самое главное тут не то, чтобы прям победить, а чтобы показать себя на сцене. И у нас номинации, например, там «Самая дружная семья», или там «Лучшее решение костюмов». Вот у нас в этом году было три авторских сказки. То есть у нас три семьи написали свои истории и представили их на суд зрителя, на суд членов жюри. И у нас была тоже в этом году номинация «Лучшая авторская история». Вот, кстати, «Рампа», это дебютанты нашего фестиваля, мультстудия «Привет», они вот написали свою там сказочку про стрекозу, как стрекоза делала уроки. Математику там пыталась решить, ей там все помогали. Ну, в общем, тоже интересная такая история. Про костюмы интересные. Это же домашнее творчество тоже, да? Вот лучшие костюмы, это из подручных материалов? Да, кто как сможет, да, кто что, из чего. Вот в этом году мне тоже очень понравился театр «Ку-кукол». Они сами сшили кукол, буквально там. Семейный театр «Ку-кукол». Они сначала сшили кукол, потом придумали историю, сшили кукол, а потом уже начали репетировать. То есть у них там вообще все очень быстро и очень интересно все так получилось. Такие интересные у них куклы, ну, в общем, молодцы. Дети очень часто, кстати, взрослых толкают, что вот, мам, ну, давай уже, давай, мы тоже хотим в этом году поучаствовать, давайте что-то придумывать там вместе. Ну, у нас вот в этом году, у меня просто я немножко хочу рассказать про свою историю. У меня шесть девочек, моих детей, и они все, в общем-то, как бы так вот старше 22 года, маленькая это полтора. И они все потихонечку, все в этом театре у нас побывали. И вот у меня есть двойняшки такие очень интересные, Маргарита и Валерия. И они в этом году, мама, ну что же у нас вот вообще нету никакой, получается, такой роли, где мы могли бы себя показать. И вот у нас Таня Витренко, которая руководитель театра, взявшись за руки, она придумала, решил поставить спектакль «Подарок для слона». И вот эта роль Дюдюки, она разделила между этими двумя моими девочками. Это очень такой креативный ход. Дюдюка и Зюзюка. Барбидонские. Хочу поделиться высказыванием своих девочек мудрыми. Можно же так сказать? Конечно. Ну, вот у меня когда Настя была маленькая, а у нас папа очень часто уезжал в командировку. И она, значит, так говорит, мама, а каких бывают города? Вот Уфа, Пинза, еще, ну, мама, там Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург. И Настя так задумчиво говорит, а еще есть город, командировка. Да, вечный город. Вот, всем известный. Ну, в общем, у нас много тоже, вот у меня маленькая Вера тут недавно выдает, ну, вернее, недавно, давно, она сейчас тоже в школу пошла, сейчас уже ей уже 7 лет, уже большая. Вот, а когда она была совсем маленькая, она такая говорит, мам, а когда ты меня родила, как ты поняла, что я девочка? По лицу? А она какая уже была у вас? Ну, по счету. По счету. Это пятое. Ну, что? Уже по лицу. Уже распознаешь по лицу. Радио 54.